Школьники и студенты, сотрудники учреждений и предприятий, предприниматели и депутаты. Те, кто находят время и возможности помогать другим, не требуя ничего взамен. Не жалея сил, а зачастую и здоровья. В период пандемии новой коронавирусной инфекции работа волонтеров, добровольцев приобрела особый смысл и значение. Об этом говорил глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков, поздравляя их в преддверии Дня волонтера. Когда трудно стало, и на первый план выходит кто? Врачи, и теперь вот это вот любимое мною, нами, слово волонтер, помощник, доброделец, в хорошем смысле этого слова. И я благодарен всем. Сегодня волонтерские штабы созданы и работают по всей Московской области. Депутат Мособлдумы Вячеслав Хомичев отметил в своем приветствии, что один из лучших в городском округе Щелково. Как всегда на переднем плане, на фронт, молодежь, вы на самом деле не жалеете себя, многие же боятся, никуда не выходят, стараются даже те, кому можно. А вот вы по-настоящему не щадя себя, здоровья, ринулись в бой, помогаете людям, которые на самом деле очень нуждаются. Активистам волонтерского движения вручили благодарственные письма главы городского округа Щелково и Московской областной думы. Многие и раньше участвовали в разных волонтерских проектах в Московской области и России. Нынешний год показал, что во время карантинных ограничений помощи требуется в несколько раз больше. Сейчас в период пандемии мы выполняем адресные заявки, доставляем лекарства тем, кто не может самостоятельно это сделать, продукты, оказываем иную помощь. Мы помогали пожилым людям оплачивать коммунальные услуги, телефон, интернет даже у некоторых оплачивали. Потом также мы развозили продукты многодетным семьям. Торжественная церемония перешла в живую дискуссию, обсуждение актуальных вопросов и проблем. Андрей Булгаков, в частности, отметил, как важно придать волонтерам официальный статус, чтобы государство могло оценить их помощь и поощрить. И эта работа сейчас ведется. Участники встречи рассказали, как менялось отношение людей к ним, как повышалось доверие. Марина Чердынцева и ее команда единомышленников ежедневно раздают средства индивидуальной защиты на железнодорожных платформах и автостанциях. Сегодня нам верят. Они знают, что каждое утро мы на месте. И если они забыли маску, мы эту масочку дадим совершенно бесплатно. Нас любят, потому что мы рядом. Сегодня уже сложно представить, как бы мир обходился без волонтеров, добрых и смелых людей, которых немало и в нашем городском округе Щелково. Здесь нет возрастного ценза, нет предпочтений мальчика или девушка. Это все добрые люди, все единомышленники, которые считают своим долгом помочь горожанам в столь трудный для страны момент. У меня есть возможности во время работы какую-то помощь оказать пожилым людям. А так в свободное время я даже не замечаю, когда я оказываю, потому что это от души, и я этим живу. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.